МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошедшем лете пора вспоминать, как оно учится-то, а малышам пора привыкать понемногу к новому статусу первоклашек. Отдельное сегодняшнее напоминание касается, большей частью, папаш, желающих отметить это дело в смысле День Знания. Отмечайте дома чайком и тортиком со всей семьей. Не портите дорогим людям праздник всякими там рюмочками по чуть-чуть. Тем более, что на сегодня в стране сухой закон. Но теперь непосредственно к делу. Коротко о темах сегодняшнего выпуска программы «Время говорить». Школы готовы. Рязанские правоохранители в День Знания обеспечивают безопасность учебных заведений. Новые одноклассники в рязанские школы сегодня пришли учиться украинские дети. Приговор вступил в силу. 21 год заключения получил рязанец, известный в народе как «Рощинский маньяк». Перейдем непосредственно к событиям. Общая интродукция такова. В России новый учебный год сегодня начался более чем для полутора миллионов первоклассников. По сравнению с прошлым годом это больше на 140 тысяч первочков. Дальше, утверждают эксперты, будет больше. Сегодня учеников приняли 44 тысячи школ. Тоже побольше, чем в году 2013. Что касается студентов, то на первые курсы в российские вузы зачислено 932 тысячи этюдьянов. Из них 485 тысяч на бюджетные места. Накануне 1 сентября все рязанские школы были проверены на предмет безопасности. И, как в известном фильме говорилось, собака с милицией приходила, чтобы всякие посторонние предметы, не дай бог, в классы и рекреации не попали. А дорожные инспекторы проверяли, смогут ли ребята спокойно пройти в школы, особенно там, где есть относительно интенсивные движения автотранспорта. Недавно мы давали в эфир репортаж о том, что большинство рязанских школ с точки зрения инспекторов ГИБДД, мягко говоря, не готовы к сентябрю. Там знак не просматривается, там дорога слишком опасна, там еще что-либо. Сейчас, говорят полицейские, большинство проблем устранено. Подготовка школ к празднику 1 сентября – дело ответственное. И участвуют в этом процессе практически все структуры городского жизнеобеспечения, в том числе и сотрудники ГИБДД. Территория перед школами была подготовлена по всем, так сказать, ГОСТам. Переходы облагорожены, знаки поставлены, дороги отремонтированы. Безопасность детишек – дело первостепенной важности. Обновлена разметка горизонтально на пешеходных переходах около школ. Вот, были поменены дорожные знаки. И происходит ремонт, уже завершается ремонт уличной дорожной полотна, уличной дорожной сети в районе расположения учебных заведений. На примере данного участка мы видим, что по сравнению с прошлой неделей тут и обновлена разметка на пешеходном переходе. Вот, проведен ямочный ремонт полотна дорожного. А ведь сроки по подготовке около школьных территорий поджимали. С середины августа нетронутыми оставались целых 17 участков, в том числе и территория перед школой номер 8. Ну а теперь можно вздохнуть с облегчением. Торжественные линейки прошли, звонки на уроки прозвенели, ребята разошлись по классам. Теперь безопасность школьников на дороге зависит только от их собственной осторожности, а также внимания и соблюдения правил водителями. Ну а если кто их позаботит, есть кому напомнить. Сегодня пошли в школу ребята, приехавшие в Россию с украинского юго-востока. По последним данным Минобранауки, в России сейчас находится 150 тысяч украинских детей, из них больше 62 тысяч зачислено в российские учебные заведения. Впрочем, власти уже пообещали обеспечить местами в школах и детских садах всех нуждающихся. Примут в российские вузы и украинских студентов. Выделенная для них бюджетная квота в 2,5 тысячи мест заполнено, ее увеличат еще на 4 тысячи. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что принимать беженцев с Украины российские вузы продолжат и после 1 сентября. К слову, сегодня у нас в программе подробности ожидается встреча с заместителем и председателем Рязанского регионального правительства Еленой Царевой. Она расскажет о том, как будут обучаться дети беженцев в Рязанской области. Есть данные, что в эти выходные в нашу область прибыла еще партия беженцев. Два специальных поезда привезли к нам из Ростовской области. Около 700 человек для размещения вынужденных переселенцев. У нас создано 7 новых пунктов временного пребывания в Солочи, Рязанском и Спасском районах. Маленькие украинцы тоже пошли сегодня в рязанские школы. В пятом В-классе 11-й школы будет учиться Миша Севастьянов. В Рязань он приехал вместе со своей семьей из Луганской области в конце мая. Пока, конечно, немного стесняется, но говорит, что с одноклассниками хочет как можно быстрее подружиться. Ты походил по школе? Школа тебе понравилась? Да. А чем? Ну, большая школа. Очень красивая, хорошие учителя. Со своей стороны мы оказываем ту помощь, которую мы можем. Мы ему выдадим бесплатные учебники, обеспечим бесплатным питанием, на первое время констоварами тоже обеспечим. Мы, конечно же, создадим хорошую атмосферу, чтобы мальчик быстро адаптировался, подружился с детьми и комфортно себя чувствовал в нашей школе. Мама Миши Ирина Петровна говорит, что всю семью пока разместили в общежитии строительного колледжа, куда поступил ее старший сын. По ее словам, и младшего приняли в школу без бюрократических проволочек. Нас сразу приняли, без всяких условностей, все документы, какие у нас, все, что у нас было на руках, мы предоставили. Никаких требований, что будет там, что-то такое. Я считаю, что все хорошо. Возвратиться домой в луганский поселок Рубежный, по словам Ирины Петровны, конечно, хочется. Однако до сих пор в ее родном городе стоят подразделения нацгвардии. Вернуться бы хотелось, конечно, потому что просто привыкли мы там уже. Дом есть дом. Ну, не знаю, навряд ли мы будем возвращаться. Вот, должны уже завтра получать разрешение на временное проживание поставить нам. Сейчас семья Севастьяновых оформляет необходимые документы для получения разрешения на временное проживание в России. А далее, как говорит Ирина Петровна, после устройства всех детей в образовательные учреждения, она надеется и сама пойти на работу в детский сад, как и в родном, теперь таком далеком рубежном. В школы сегодня отправилось и Рязанское начальство. Ну, понятно, что школьные годы чудесные у чиновников давно позади, а вот школьные хлопоты всегда на пике проблем. По крайней мере, так должно быть. Губернаторы, мэр Рязани на День знаний направились в 54-ю школу. Олег Ковалев и Виталий Артемов, разумеется, поздравили детей и учителей, а заодно хозяйским глазом еще раз окинули учебные помещения. Это важно. 54-я одна из городских школ, где в этом году был проведен капитальный ремонт. Совсем недавно наша съемочная группа побывала в школе номер 54, чтобы оценить капитальный ремонт, который был проведен этим летом. И вот уже сами школьники смогли увидеть, насколько кардинально изменилась их родная школа. Получается, 1 сентября у ребят двойной праздник. А если быть точнее, то тройной. Ведь в этот учебный год их проводил словами наставления сам губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Хочется в этот день пожелать особенно первоклассникам, да всем вообще-то ученикам, но особенно первоклассникам пожелать быстро адаптироваться к школе, быстро войти в тот ритм, которым школа живет, и получить все те необходимые знания, которые нужны будут в будущем. Ну а ребята в благодарность за добрые слова Олега Ивановича провели торжественную первосентябрьскую линейку по всем традициям. Шумно, радостно, с размахом. Три, два, один, пуск! Во всех школах сегодня, как положено, прошли уроки мужества. В этом году в соответствии с исторической датой, а еще строгим официальным письмом распоряжением российского Минобразования, это мероприятие было посвящено столетию начала Первой мировой войны. Для тех, кто не в курсе, Первая мировая началась 1 августа 1914-го, а закончилась в 1918 году. Россия вступала в войну империей, а выходила большевистской республикой. Но это уже больше относится непосредственно к истории державы. А что касается урока мужества, то, например, в 52-й рязанской школе его удалось творчески объединить со своего рода профориентацией. Похоже, это получилось. На традиционной школьной линейке перед входом в 52-й лицей учителя, ученики и их родители. После исполнения государственного гимна всех собравшихся с Днем Знаний поздравила директор Ангелина Малистова, а также почетные гости, в том числе православный священник Иерей Георгий Цветков. Педагогический коллектив лицея номер 52 считается одним из сильнейших во всем городе. Их воспитанники регулярно участвуют как в научных, так и в творческих олимпиадах. Безусловно, школьная линейка – это праздник прежде всего первоклассников. Именно эти ребята начинают свой долгий и совсем нелегкий порой учебный путь. У меня сегодня праздник, не бывало лучше дня, потому что первоклассник называют все меня. Горячо приветствовали и ребят старшеклассников, которым уже довольно скоро предстоит сдавать единый государственный экзамен и поступать в ВУЗы. После завершения официальной части торжеств все школьники разошлись по своим кабинетам, где с ними провели и первые уроки. К старшеклассникам пришел генеральный директор завода «Красное знамя» Александр Мороз. Основная тема встречи – это знакомство ребят с производством, с инженерными профессиями. Ведь до сих пор бытует мнение, что работать руками – это непрестижно, а между тем специалисты очень востребованы. Для меня, как директора завода, очень важно, потому что кто придет на смену тем специалистам, которые у нас сейчас работают на заводе, на высочайшей технике с точки зрения уровня интеллекта, мне это очень сильно волнует. И я думаю, что будущее поколение, которое сейчас воспитывается здесь в школе, и те выпускники, которые придут к нам через некоторое время, и они составят достойную замену тем специалистам, которые работают у нас на заводе, на заводе «Красное знамя». Завод «Красное знамя» – одно из ведущих предприятий Рязанского региона. На сегодняшний день оно обеспечено заказами на несколько лет вперед. У сотрудников высокая средняя заработная плата, большой объем социальных благ и уверенность в завтрашнем дне. Предприятие готово вкладываться в молодых специалистов. И в этой связи будущим выпускникам сегодня поступило очень интересное предложение. Ну а то, что выпускных классов в этом году в 52-м лице и 3, позволяет надеяться, что некоторые из ребят им воспользуются. У нас сейчас дефицит в специалистах. Ну вы знаете о демографическом провале 90-е годы, начала 2000-х, когда, в общем-то, семьи были малочисленными, и было мало учеников в школах. Там из четырех классов выпускных сейчас выпускается 2, 1, 3. Вот здесь мне сегодня порадовалось, что сразу три выпускных класса. Поэтому я ожидаю в будущем приток молодых специалистов на предприятии, и это меня обнадеживает. Придут ли выпускники 52-го лицея работать на один из ведущих рязанских заводов, покажет время. Но то, что открытый урок, данный генеральным директором Красного Знамени, им запомнится, это однозначно. Ну и еще сегодня вспомним, а что делать в жизни такая. О людях нехороших, а также о том, что им за эту нехорошесть бывает. Стало известно, что, наконец-то, после апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России, вступил в законную силу приговор нашего областного суда в отношении рязанца, которого в прошлом году горожане иначе, чем рощинским маньяком, не называли. Начинал свою криминальную карьеру молодой паренек по имени Саша еще в позапрошлом году, а особенно развернулся в 13-м. В достаточно глухих местах района гор Рощи по ночам он выходил на тропу войны. Причем эту самую войну объявлял исключительно женщинам, потому что их и напугать, и ограбить гораздо легче, чем даже подгулявшего, припозднившегося мужичка. В период с 26 августа 2012 года по 10 марта 2013 года в ночное время на территории железнодорожного района города Рязани житель этого же района Кривоногов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил пять нападений на возвращавшихся домой девушек. Применяя физическую силу к потерпевшим и используя в качестве оружия нож, которым он причинял девушкам телесные повреждения, Кривоногов похищал их имущество, насиловал и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Грабежи и насилие до поры сходили преступнику с рук, а потому он наглел все больше. Ножиком не только пугал, но и стал пускать его в дело. Закончились такие криминальные опыты закономерно. Очередная жертва, раненая Сашей в шею, не дошла нескольких метров до квартиры и скончалась на руках соседей. А задержали грабителя и убийцу 8 марта прошлого года. Такой вот получился подарок от полиции напуганным Рязанком. Рязанский областной суд признал гражданина виновного и по свободности преступлений назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Интересно, что, как позже выяснили журналисты Рязанской комсомолки, ничего подозрительного и предусудительного в поведении 23-летнего Саши ни родные, ни соседи не видели. По месту жительства его характеризовали удовлетворительно. Тихий, незаметный, не буянил, не дрался. Ну а то, что не работал, пил, на родителей с кулаками кидался, так это, дескать, пустяки. Дело житейское, семейное. Таким был и этот день. Разумеется, обо всех его событиях мы рассказать не могли, да и, наверное, не надо. Пусть другие расскажут больше. Ну а мы не расстаемся с вами. Прямо сейчас в студии программы подробностей встречи с заместителем председателя регионального правительства Еленой Царевой. Так что, увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова